100 лекций с Дмитрием Быковым Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш цикл разговоров 100 книг русской литературы, 100 книг 20 века. 1903 год. Урби от Орби Валерия Яковлевича Брюсова. Трудно найти в русской литературе репутацию хуже брюсовской. Больше того, в юношеском своем дневнике 1894 года он записал «Моя юность была юностью гения, ибо только гениальностью можно оправдать все, что я делал». Справедливо. Дневник Брюсова пестрит эротическими воспоминаниями, воспоминаниями о влюбленностях, изменах, весьма жестоких расправах с друзьями, врагами, возлюбленными. Вообще Брюсов имел репутацию звероватую, демоническую. И это особенно странно сочеталось, пишет Ходосевич, с его купеческим домашним бытом, с супругой Анной, пирожками с морковью. Но Ходосевич-то перед Брюсовым, будем откровенны, ходил на цыпчках, и по инскриптам можно судить, что он преклонялся перед ним глубоко. Это уж он задним числом с ним сводит счеты, когда Брюсов умер. Правду сказать перед Брюсовым многие преклонялись. Репутация ужасная, а ощущение величия, безусловно, от него исходило. Блок, главный русский поэт 20 века, писал ему, что считает себя недостойным его рецензировать и печататься с ним в одном журнале. И это не брезгливость. Он пишет наоборот, перечитав «Урби и Торби», понял, что величие этой книги таково, что не могу, не смею о ней писать. Больше того, Тиняков, ну, конечно, очень дурной человек и не самый сильный поэт, Брюсова обожествлял, говорил, что видит его грядущим поводом. Да и женщины русской литературы, такие даже, как весьма талантливая Надя Львова, из-за него покончившая с собой, боготворили его, и каждое его мнение считали драгоценным. Да и правду сказать более талантливого литературного критика, чем Брюсов, который различил, первым почувствовал всех величайших людей в русской литературе 20 века, ну, трудно найти в это время. Пожалуй, знаете, вот есть у меня такая теория, что каждому крупному литературному явлению предшествует какой-то предтеча, какая-то не очень удачная, но близкая репетиция. Вот Брюсов – это как бы первое явление Гумилёва. Блистательного волевого формалиста, такого цеховика, в хорошем, разумеется, смысле, а не в том, в каком это приобрело при русской теневой экономике. Конечно, цех поэтов – это лучшая школа для новичков и лучшая литературная организация, самая дисциплинированная, самая чеканная, самая, пожалуй, плодотворная, которая в русском начале 20 века существовала. Брюсов – предтеча акмиистов с их значащим словом. Брюсов, ну, конечно, его знаменитый сборник «Русские символисты» – это начало русского символизма, и он, конечно, первый русский символист. Но по большому-то счету с Брюсова началось в русской литературе почти все. Началась гумилёвская романтика, дремлет Москва, словно самка спящего страуса, или «Моя любовь в палящий полдень явы». Из всего этого вырос путь конкистадеров. Брюсов – предтеча русского киплингианства, Тихонова, например. В огромной степени предтеча русского сюрреализма, потому что сколько у него было стихов абсолютно безумных. И, конечно, можно найти массу брюсовских стихов у Бандельштама, скажем, «Вскрою двери ржавые столетий, Вслед за Данте семь кругов пройду». Это же почти абсолютный ламарк. Мы прошли отряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Очень много брюсовских отзвуков, брюсовского голоса русской поэзии. Влиятельность его была огромна, потому что он сам был бесконечно разнообразен, и не случайно все напевы – это его неосуществлённый великий замысел. Попытка написать стихи в духе всей абсолютно поэзии мировой. Написать Рандель, Вереле, Сонет, написать Систину, написать английскую балладу. Пытался стилизовать даже фольклор, даже народные песни. «Кенгуру» бежали быстро, я ещё быстрее. «Кенгуру» был очень жирен, и я его съел. Конечно, ни о чём, кроме пародии, при этом не вспоминаешь. Но что поделать, да, все напевы, стать такой радугой, воспроизвести всё. За величайшим трудолюбием Брюсова, которое заставило Цветаеву назвать его героем труда, за величайшей осведомлённостью эрудиции Брюсова, очень многие забывают главное в его поэзии. Вот это главное, пожалуй, впервые было сформулировано, ну, явлено в наибольшей полноте, в сборнике «Урби и Торби». Что же 30-летний к тому моменту Брюсов, Брюсов на пике своих возможностей, «Что же он предлагает «Урби и Торби»? Граду и миру». Мне кажется, что главная брюсовская лирическая тема – это тема садомазохистская. Не только в эротическом плане, хотя надо сказать, что Брюсов – это и великий эротический поэт. Давайте будем откровенны, что мы действительно всё ведём себя, как писал Набоков, как в воскресной школе. Признаем, что именно с Брюсова в русской поэзии начинается эротика. До него этого просто не было. Он поэт небывалой откровенности. Кстати говоря, он и в переписке невероятно откровенен. Ну, вспомните, например, его переписку с Ниной Петровской, которая сама по себе… Ну, прототип «Безумные Ренаты» в «Огненном ангеле». Конечно, сама по себе Нина Петровская – это настоящая, демоническая, элитарная женщина Серебряного века с такой же страшной, трагической судьбой. Нужно сказать, что переписка Брюсова с Ниной Петровской – гораздо более захватывающий роман, чем «Огненный ангел». И вот некоторые воспоминали о том, как в варшавской гостинице они лежатся, прикасаясь коленями. Это, пожалуй, одно из самых пронзительных и горячих любовных писем вообще в русской литературе. Удивительный человеческий документ. А любовь эта мучительная, после которой и Брюсов был разрушен необратимо, потому что Нина его подсадила на наркотики, и Нина оказалась практически разрушена, потому что никто не мог ей его заменить. Эта любовь породила в огромной степени лучшие лирические стихи Брюсова. И главная тема этих стихов – это взаимное мучительство. Потому что… И Ходосевич правильно процитировал, «Где же мы на страстном ложе или на смертном колесе». Действительно, взаимное мучительство двух равных туш. Двух равных и равно непримиренных личностей. Для Брюсова любовь существовала только как покорение, завоевание. Он был в этом смысле большим конкистадором, чем Гумилёв. Потому что для Гумилёва, например, с его мальчишеским, возорным темпераментом, возможно, было и сотворчество, и равенство, и партнёрство, как довольно долго было в его отношениях с Ахматовой, например. Все эти взаимные игры, в том числе литературные, он… Брюсов в этом смысле гораздо радикальнее. Гумилёв всё-таки товарищ, скорее товарищ по играм. Ему не обязательно подчинять, не обязательно доминировать. Больше того, когда он понимает, что проигрывает, он ведёт себя совершенно как мальчишка, например, в истории с Чарубиной до Габрияк. Обиженный мальчишка, который по мальчишески мстит. Совсем другое дело Брюсов. Брюсов – это действительно абсолютно доминантная фигура, поставившая перед собой великую задачу. Когда когда-то Надежда Львова, ещё пытаясь сопротивляться его демоническому обаянию, сказала, что стихи его холодноваты, он сказал, «Да, может быть, но они будут в программе гимназии, и такие девочки, как вы, будут их затверживать наизусть». Брюсов знал, что хотя бы тремя строчками, но он останется в истории литературы. У него тоже есть высокий демонический порыв, нитшанский порыв. Любой ценой осуществиться, любой ценой остаться. Художник, мастер, железная самодисциплина и урби и торби – это стихи в огромной степени посвящённые тому, как мастер ладит собственный постамент. Это потом уже в стихах Брюсова появятся общественные темы. Напишет он гениального каменщика, на мой взгляд, замечательного. Напишет вообще довольно много политических стихов, всегда у него очень слабых. Но Брюсов 1903 года, Брюсов времён Городу и Миру – это ещё человек, которого больше всего занимает он сам. Занимает его миссия поэта. И для него вот эта самодисциплина, огранка стиха, чеканка, сверхчеловечность, подчинение себе и читателей, и женщины, и времени, и всего. Это выдающаяся задача. И должен я сказать, что если бы сегодня Россия читала Брюсова, она бы, конечно, не смирилась с нынешним своим положением. Потому что поэзия Брюсова – это поэзия именно сверхчеловеческой дисциплины, максимальной требовательности к себе. «Вперёд, душа, мой верный вол! Неволей, если не охотой, я сам тружусь, и ты работай!» После этого, конечно, очень жидкими выглядят стихи Заболоцкого. «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Ну, обязана трудиться. Ну и что, ради чего? Брюсов не боится сказать – ради памяти, ради славы, ради вечности. Да, ради самоутверждения в этой вечности. И он не только лучший переводчик Верхарна, он ещё и такой, в некотором смысле, русский Верхарн, который утверждает торжество железного города, каменных зданий. Это всё для него памятник человеческой мощи, могуществу человеческого духа. И сам он только частный случай этого могущества. Естественно, любовь такого человека – это мучительная, смертельная борьба между привязанностью и тщеславом, между похотью, которая делает его слабее, и опять-таки железной самодисциплины. Она обречена всегда заканчиваться разрывом, потому что нельзя много тратить времени на эту слабость. Надо всегда преодолевать. И этот пафос преодоления в Урбе от Орбе невероятно силён. Уже ранний Брюсов возглашал. «Я царь земных, царей, царя Саргадон, владыки и вожди, вам говорю я горе». Он действительно пришёл как лидер, пришёл как вождь. И он был вождём русской поэзии. И, безусловно, лучшие стихи нулевых годов, лучшие стихи 900-х годов написаны Брюсовым. Мы понимаем, конечно, гениальность, воздушность Блока, понимаем его мелодизм, понимаем его универсальность, потому что в стихи Блока каждый может поместить себя, в них нет определённости, каждый может произнести это от собственного лица. А вот Брюсов не то, Брюсов поэт не для всех. Как сказал Петровский о Ленинграде, о Петербурге, сильный город, построенный для сильных людей, сильным человеком. Вот так и Брюсов. Это поэт силы, конечно, самодисциплины, чеканки, логики. И, может быть, его стихи выглядят слишком головными, хотя в них всё время скрижещет вот эта потаённая страсть, всё время умаляет о сопротивлении, умаляет о милосердии задавленное человеческое. Это внутренняя его драма, это главное его противоречие. Но при всём при том, мы должны признать, что ведь поэтика дисциплиной – это тоже, знаете, не самое плохое. Потому что русская душа недисциплинирована. Русская душа веловата, она мечтательна. Брюсов, который, как медный всадник, на дыбы поднимает собственную лирику, всё время взнуздывает её, Брюсов, который требует от читателя такой же железной логики и чёткости – это хорошее противоядие от безволия. И «Урби от Урби» – книга стихов, которые в массе своей предлагают нам, пожалуй, самый полезный, самый спасительный императив. Ещё о чём нельзя не сказать. Конечно, Брюсова всю жизнь упрекают за то, что он рациональный, за то, что он головной. Но вспомним «Коня Блед». «Конь Блед» – один из всадников апокалипсиса. Вот это страшное городское видение, которое написано такой длинной захлёбывающейся строкой с не очень чётко заявленным размером. На самом деле, мне кажется, это такой семистопный ямб. «Мчались амнибусы, кэбы и автомобили, был неиссякаем яростный людской поток». Вот это стихотворение настолько страшное, что в детстве, я помню, я его пролистывал поскорее, я очень его боялся. Вот это апокалиптическое видение. Откуда оно вдруг у рационального трезвого Брюсова? Можно объяснить. Брюсов – это поэт всегда предощущаемой расплатой, великих потрясений. За что? Да вот за то, что люди расслаблены, за то, что он один такой высится утёсом среди людского моря, которое вечно принимает любые формы. Город, среди которого появляется конь Блет, это город конформистов. Ну, как бы это сказать? Порискнем сказать, что это город попустительства, как помните по форму Леонидского, текучего и повального попустительства людей своим слабостям. Два человека в этом городе равны себе. Безумные убежавшие из больницы и проститутка. Она растоптала себя ради людей, ну, или ради выживания, но, тем не менее, сумела себя отринуть. А он безумец. Вот к ним по-настоящему обращается Брюсов, потому что Брюсов взыскует на самом деле бескомпромиссности и подлинности. Именно поэтому он оказался первым, кто высоко оценил Маяковского и Хлебникова. Я думаю, что сегодня чтение Брюсова – это тот необходимый витамин, который способен придать аморфности нашей жизни, аморфности нашей души некую кристаллическую строгость и напомнить нам о том, что Царство Небесное силою берется. Ну, попробуем ответить на несколько довольно забавных вопросов. Вопрос первый был, конечно, о взаимном влиянии Брюсова и Блока. И было ли оно? Ну, конечно, Брюсов повлиял. Но повлиял очень странно. Блок находится с ним в довольно жесткой полемике. Ну, вот возьмем классическое стихотворение из «Урби от Орби» «Побег». Очень мне, кстати, нравящийся. Мой трубный зов, ты мной заслышен сквозь утомленный сладкий сон. Ольков, таинственен и пышен, нас облегал со всех сторон. И в этой мгле прошли, не знаю, быть может, годы и века. И был я странно близок к раю, а жизнь шумела далека. Но вздрогнул я, и вдруг воспрянул, и разорвал кольцо из рук, Как молния мне в сердце глянул, Победно возраставший звук и сон, Который был так долог, Кратким стал, как все во сне. Я распахнул тяжелый полог И потонул в палящем дне. И вот в слезах, Что снова-снова душе открылся мир, Другой бегу от пышного Олькова Безумный, вольный и ногой. Зрелище, конечно, ужасное, Но у символистов бывали Не такие крайности. Ну что, ну соловьиный сад, конечно. Я ломаю слоистый искал. Помните вот эту историю о том, Как тоже он век или день провел В чужом саду, Заглушить рокотание моря Соловьиные песни вольна. Он выбрался из Олькова, Бежал, и что же? А встретил его рабочий с киркой И погоняя чужого осла. И мораль блока очень проста. Там бы ты и спал, Не ходил бы ты в эту реальность. Что тебе вот этот безумный полдень, В который палящий, Или потонул в палящем дне. Тоже мне отрада. Конечно, вот в этом-то И главная разница Между Брюсовым и Блоком. Брюс бежит к мечте, То есть от мечты бежит к реальности. Вот, вот, там, бегу от пышного олькова. А Блок говорит, Да что в жизни-то? Не стоит жизнь соловьиного сада. Останься в соловьином саду И будет тебе счастье. Да, прекрасно. Вот вам, пожалуйста, гимн брюсовский, да? Здравствуй, тяжкая работа. Плуг, лопата и кирка Освежают капли пота, Ноет сладостно рука. Прочь, венки, дары царевны, Упадай, парфира с плеч. Здравствуй, жизни повседневной, Грубо кованная речь. В час, когда устанет тело, И ночлегом будет хлев, Мне под кровлей закоптелой Что приснится занапев. А когда и в дождь, и в холод Зазвенит кирка моя, Буду ль верить, что я молод? Буду ль знать, что силен я? Вот это, понимаете, Этот гимн работе, Такой странный в русской литературе, В мечтательной русской литературе, Которая всю жизнь, как обломов, Бережет свою сердечную чистоту, В этом принципиальное Брюсовское инноваторство. Кто бы вообще пел Такие гимны труду и дисциплине? Даже горький вечный труженик Говорил, что вот труд Это проклятие человека, Мука его, первородный грех. А для Брюсова это милое дело. Это удивительная, на самом деле, штука. И естественно, что У него случались, конечно, И совершенно другие темы, И мы сейчас их коснемся. Но вместе с тем, По большому-то счету, Для него единственное, Что противостоит смерти, Отчаянию, одиночеству, Это работа, это самодисциплина. Конечно, это слишком прозаический вывод, Но, в общем, надо признать, Что это работает. Ужасно, но работает. Помоги мне, мать земля, С тишиной меня сосватой, Глыбы черные деля, Я стучусь к тебе лопатой, Ты всему живому мать, Ты всему живому сваха, Перстень свадебный сыскать, Помоги мне в комьях праха, Помоги сыскать кольцо, Я о нем без слез тоскую, И упав твое лицо, В губы черные целую. Посмотрите, как поздно потом, Как странно, Это откликнулось у Смелякова, Эту черную землю сырую, Эту русскую землю мою. Вот это почти эротическое чувство к земле, Которую герой так по-фридистски Копает лопатой, да? То чего-то терзал я лопатой, То валил на колени кайлом У того же Смелякова. У Смелякова аукнулось через 70 лет. Надо сказать, что это очень характерно Для советской именно литературы, Брюсовский культ труда. Конечно, мы с вами гуляки праздные, И нам гораздо приятнее вдохновение, Нам поэтам. Но Брюсов напоминает нам о том, Что работа – это самый сильный гипноз. И чтобы уж закончить на совсем веселой ноте, Невозможно, конечно, не спеть, Не напомнить его городские романсы. Есть улица в нашей столице, Есть домик, и в домике том, Ты пятую ночь в огневице Лежишь на одре роковом. Тоже такой садизм по полной программе. И каждую ночь регулярно, Воткнуть в стихи слово регулярно До Брюсова вообще никто бы не попрошил. И каждую ночь регулярно Я здесь под окошком стою, И сердце мое благодарно, Что видит лампадку твою. Ах, если б ты чуяла, знала, Чье сердце стучит у окна. Ах, если б бреду угадала, Чья тень поминутно видна. Твой муж, задремавший на стуле, Проспит, что ты шепчешь в бреду. А я до зари караулю И только при солнце уйду. Мне вечером дворники скажут, Что ты поутру отошла, И молча в окошко укажут Тебя посредине стола. Войти я к тебе не посмею, Но земный поклон положив. Пойду из столицы в Россию Рыдать на раздолье хнив. Я в камнях промучился долго, И в них загубил я свой век. Прими меня, матушка Волга, Царица Великая река. Это ужас, конечно, Но это и стилизация же. На самом деле, это обычный городской романс, И он прекрасно чувствует этот городской романс. Брюсову не важно, Хороший этот вкус дурной. Ему важна точность стилизации. И, конечно, это можно петь в любом кабаке. Правда, здесь есть абсолютно Брюсовская нота. Значит, он смотрит, как она умирает. И это для него естественно, Потому что он обречен быть губителем, Несколько так по-айльдовски, Губителем всего, что любит. Кстати, лучший перевод Баллады Рыдинской тюрьмы Все-таки исполнен Брюсовым. Вот, когда на все это смотришь, Тогда и понимаешь, наверное, С особенной полнотой, Что все-таки поэтика работы, Точности, дисциплины, Это, братцы, не последняя вещь. И даже когда Брюсову изменяет вкус, Ему не изменяет культура. Потому что для культуры, По большому счету, Не важно, Хорошо там со вкусом или плохо, А важно, насколько это точно. И Брюсов в некоторых состояниях, Безусловно, точен. И это состояние хорошее. Ну, а мы с вами увидимся через неделю.